Добро пожаловать дорогие друзья! Сегодня мы продолжим рассматривать тему, которая называется Победа. Как удержать победу и какими бывают препятствия. Сейчас мы подробно рассмотрим, что такое неподчинение власти. Это посвящается церквям и не только. Очень важно в трудные моменты иметь молитвенную поддержку со стороны пастырей и старейшин церкви. В противном случае это будет бунт или колдовство. В первом послании Петра во второй главе с 13 по 19 стих написано «Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, будь то императору как высшей власти или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей. Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы слуги Божьи. Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора. Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам и причем не только тем, кто добр и снисходительным, но и тем, кто жесток. Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Бога переносит скорби, несправедливо страдая». Также в Римлянах в 13 главе с 1 по 7 стих написано «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстанет против власти, восстанет против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро, и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч, он слуга Божий, орудие его гнева на того, кто делает зло». Так что необходимо подчиняться власти, не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите, потому что стоящие у власти слуги Божьи, посвящающие себя своему делу. Так что отдавайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение – уважение, кому честь – честь. Интересно, что Библия является практическим пособием жизни, и в этих стихах она поучает нас особенным образом. Из этих стихов мы видим, что Бог дает нам земных властей. В качестве органов, перед которыми мы должны предстать, они – имущие Бога, хотя в некоторых случаях они используют в своей власти авторитет в искаженном виде, противоположно тому, как написано в Слове Божьем. Поэтому мы должны подчиняться не только духовным властям, но и земным. В Римлянах 13.7 написано, так что отдавайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение – уважение, кому честь – честь. Также в Марков 12.17 написано, отдайте кесареве – кесарева, а Богу – Божье. Поэтому неподчинением государственным законам может быть неуплата налогов, переход дороги на красный свет, нарушение установленных правил поведения в общественных местах или в определенных ситуациях, например, это может быть на рабочем месте, в школе или в общественном транспорте. Одним словом, это и есть неподчинение. Это делает нас непослушными, даже если с нашей точки зрения мы правы, но это противоречит Библии. Бог не делает различий греха, грех не имеет различных сортов и оттенков. Грех есть грех, грех – это тьма. В первом послании от Иоанна, в первой главе и пятом стихе написано «И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам, Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы». В стихах, о которых мы говорили ранее, написано, что неподчинение и непослушание Богу открывают двери для восстания и колдовства. Это значит, что вы отвергаете совет Господа. Бог часто говорит с нами, например, через Библию, через сон или видение, Он проговаривает в наше сознание. Но мы заняты чем-то другим, или то, что Он говорит, это не совсем то, что мы хотели бы услышать. Поэтому иногда мы специально и сознательно пытаемся не слушать Его. Если такая ситуация постоянно повторяется, то ваше сердце может ожесточиться, и мы не сможем отличить правильное от неправильного с точки зрения Бога, не сможем больше распознать, когда Бог говорит с нами, и мы будем воспринимать все на уровне чувств и эмоций. Теперь я скажу вам одну вещь, которая может вас расстроить. Вы не должны делать хорошие вещи, но вы должны делать правильные вещи, которые относительно сердца и разума Бога считаются правильными. И снова мы читаем в первой книге Царств 15-23. «Ведь неповиновение подобно греху ворожбы, и гордость греху идолослужения, так как ты отверг Слово Господа, то и Он отверг тебя как Царя». Восстание равносильно отклонению от Слова Божьего. В Ефесянах во второй главе с первого по третий стих написано, «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов, и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, воздуха, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». Поэтому обратите на это внимание и не возвращайтесь больше под влияние князя Тьмы. Стремитесь идти вперед с усердием. Усердие с латинского переводится как «большое старание» и «выполнение чего-то». Это рвение, это сердечное и скрупулезное отношение к любому заданию. Это совсем противоположные небрежности. Мы хотим дать вам некоторые наставления, как правильно практиковать христианскую добродетель. Во втором послании Петра, в первой главе с 3 по 10 стих, об этом написано. «Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелю. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления с земными страстями. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелю, добродетель знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа, нашего Иисуса Христа, уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных, так вы никогда не споткнетесь». Следующий пункт, который мы рассмотрим, это соучастие, отсутствие жалобы ответственным личностям. В первой книге царств, в 25 стихе, мы видим, что как только Авигай узнала о поступке своего мужа Навала против царя, она не стала оправдывать мужа, а наоборот, поверила слуге, который пришел и сообщил ей эту новость. Она взяла на себя ответственность. В качестве одной плоти согрешение, что сделал Навал, духовно являлось и ее согрешением. Авигай сразу же побежала к царю Давиду, прося намного больше, чем мог просить сам царь. Она молила простить не только ее мужа Навала, но и ее. Такой поступок покорил сердце короля, и Давид отказался от своей справедливости. Он отдал суд в руки Бога. И в надлежащее время Бог сам установит свою справедливость. Это было не в первый раз, когда Давид передавал суд в руки Бога, но также Давид отдал должное и Авигайль. Не забывайте об этом. В этих отрывках мы находим сходство с Раав. Об этом написано в Иисуса Навина 6.17. Раав – это проститутка, что позволила войтись шпионом в Ерихон. Помните, кто сотрудничает с Богом и все отдает под его суд, не только увидит лично справедливость Бога, но будет вознагражден самим Богом. Теперь мы с вами прочитаем подробно те места из Писания, о которых мы говорили выше. В Иисуса Навина 6.17 написано «Но берегитесь посвященных вещей, чтобы вам не погубить самих себя, взяв что-либо из них. Тогда вы обретете на гибель лагерь Израиля и наведете на него беду». Следующее место из Библии – это 1-я книга царств, 25-я глава, 2-го по 40-й стих. И там написано «Один человек в городе Маоне, который владел имуществом в Кармиле, был очень богат. У него было тысяча коз и три тысячи овец, которых он стриг в Кармиле. Его звали Навал, а его жену – Авигайль. Она была умной и красивой женщиной, но ее муж из рода Халева был человек грубый и злонравный. Находясь в пустыне, царь Давид услышал, что у Навала стрижка овец. Он послал десять юношей и сказал им «Поднимитесь к Навалу в Кармил и приветствуйте его от моего имени. Скажите ему, мир тебе, мир всему твоему дому. Мир всему, что у тебя есть. Я слышал, у тебя идет стрижка овец. Когда твои пастухи были с нами, мы не обижали их, и все время, что они были в Кармиле, ничего у них не пропало. Спроси об этом у своих слуг, и они скажут тебе. Поэтому пусть мои молодые люди найдут у тебя расположение. Ведь мы пришли в праздничный день. Пожалуйста, дай твоим слугам и твоему сыну Давиду все, что сможешь для них найти». Когда посланцы Давида пришли, они передали Навалу от имени Давида все эти слова и стали ждать. Но Навал ответит слугам Давида. «Кто такой этот Давид? Кто такой этот сын Иесея? Теперь много стало таких слуг, что бегут от своих господ. Неужели я возьму хлеб, воду и мясо, приготовленное для моих стригателей, и отдам людям, которые явились неизвестно откуда?» Люди Давида повернулись и пошли назад. Возвратившись, они переказали своему царю каждое слово. И тогда Давид приказал своим людям «Припаяште свои мечи». Они опоясались мечами, а сам Давид опоясался своим. Около четырехсот человек пошло вслед за Давидом, а двести человек оставалось при обозе. Один из слуг сказал жене Навала, Авигайль, «Давид послал вестников из пустыни, чтобы приветствовать нашего господина, но он их оскорбил, и эти люди были с нами очень добры, они не обижали нас, и все то время, что мы были рядом с ними в полях, ничего у нас не пропало. Ночью и днем они были нам стеной, и все время, пока мы пасли наших овец рядом с ними. Подумай же об этом и посмотри, что ты можешь сделать, потому что над нашим господином и над всем его домом нависла беда. Он такой злобный человек, что никто не может с ним ни о чем говорить». Авигайль не стала терять времени. Она взяла двести лепешек, два бурдюка с вином, пять приготовленных овец, пять мер жареного зерна, сто вязок изюма, двести вязок сушеного инжира и нагрузила все это на ослов. И она сказала своим слугам, «Вступайте вперед, а я пойду за вами». Но своему мужу Навалу она не сказала ничего. Когда она спустилась на осле в горные ущелья, навстречу ей шел Давид своими людьми, и она встретилась с ними. Давид только что сказал, «Да, напрасно я охранял собственность этого человека в пустыне, чтобы ничего не пропало у него. Он оплатил мне злом за добро. Пусть Бог сурово накажет Давида. Если к утру я оставлю в живых хотя бы одного мужчину из всех, кто принадлежит Навалу». Увидев Давида, Авыгайль быстро слезла со сла и поклонилась перед Давидом до земли. Она пала к его ногам и сказала, «Мой господин, пусть вина будет на мне одной. Пожалуйста, позволь твоей служанке поговорить с тобой. Выслушай то, что твоя служанка тебе скажет. Пусть мой господин не обращает внимания на этого негодного человека Навала. Он таков, каково его имя. Его зовут Глупец, и глупость его с ним». Что же до меня, твоей служанки, то я не видела людей, которых присылал мой господин. А теперь, так как Господь удержал моего господина от кровопролития и от того, чтобы мстить за себя своими руками, то верно, как и то, что Господь жив, и жив ты сам. Пусть твои враги и все, кто замышляет зло против моего господина, будут подобны Навалу. И пусть этот дар, который принесла моему господину твоя служанка, будет вручен людям, что следует за тобой. Пожалуйста, прости вину твоей служанки, ведь Господь непременно создаст для моего господина прочный дом, потому что мой господин ведет войны Господа. Пусть не будет в тебе никакого зла всю твою жизнь. Даже если кто-нибудь станет преследовать тебя, чтобы отнять у тебя жизнь, то жизнь моего господина будет надежно завязана в узле жизни у Господа, твоего Бога. Но жизнь твоих врагов он метнет прочь, словно камень из пращи. Когда Господь совершит для моего господина все доброе, что он говорил о тебе, и поставит тебя вождем над Израилем, у моего господина не будет повода горевать или терзаться муками совести о том, что пролил на красную кровь и отомстил за себя. И когда Господь даст моему господину успех, вспомни твою служанку. И тогда Давид сказал Авигаил, благословен Господь, Бог Израиля, который послал тебя сегодня мне навстречу, благословен твой разум и благословен на ты за то, что удержала меня от кровопролития и от мести за себя. Иначе верно, как и то, что жив Господь, Бог Израиля, который удержал меня от того, чтобы причинить вред тебе. Если бы ты не поспешила мне навстречу, ни один из мужчин в доме Навала не остался бы в живых к рассвету. Затем Давид принял из ее рук то, что она ему принесла, и сказал, «Ступай домой с миром, я послушаюсь твоих слов и исполню твою просьбу». Когда Абигаэль пришла к Навалу, он был дома и сидел на перу, подобно царскому. Он был весел и сильно пьян. Она ничего не сказала ему до рассвета. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему обо всем. Его сердце замерло, и он будто окаменел. Спустя примерно 10 дней Господь поразил Навала, и он умер. Когда Давид услышал, что Навал умер, он сказал, «Благословен Господь, который отомстил за оскорбление, полученное мной от Навала. Он удержал своего слугу от злого дела и обратил злобу Навала на его же голову». Затем Давид послал Абигаэль известия, прося ее стать его женой. Его слуги пришли в Кормил и сказали Абигаэль, «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». Помните, кто сотрудничает с Богом и все отдает под его суд, не только увидит лично справедливость Бога, но будет вознагражден самим Богом. А сейчас мы рассмотрим тему, которая некоторым верующим кажется цирнистой, другим она кажется тяжелой, а для третьих непонятной, а в некоторых случаях она даже является очень спорной. В этом пункте мы поделимся с вами нашими собственными откровениями и личным опытом, тем, что Бог вложил нам в наши сердца, с надеждой на то, что ваша жизнь также обогатится. Эта тема называется «Пожертвование и десятины». «Многие люди спрашивают нас, если я повинуюсь и буду отдавать десятину, я буду благословлен или же я буду проклят в случае неповиновения?» Ни в коем случае. Десятина не работает таким образом. Отдавать десятины и пожертвования регулярно это не закон, это духовный принцип процветания. В римлянах 8 главе с 1 по 4 стих написано «Теперь тем, кто находится с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу груховную природу, то сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобно греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав тело жертвой за наши грехи, для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу». Из этого стиха мы видим, что жертва Христа освободила нас от законнической власти. Вы спросите, значит, я не должен больше отдавать десятины и пожертвования? И ответ написан в Матвея 5 главе 17 стихе. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить». Иисус принес к исполнению закон по милости его совершенной и безословной любви к нам. Он, во-первых, пожертвовал собой полностью, не жалея ни о чем. Он сделал это из любви к тебе и ко мне. Итак, ответ на вопрос о десятинах и пожертвованиях очень прост. Это должна быть жертва ради любви. Жертва, как жест любви. Жертва, чтобы продемонстрировать мою любовь. Жертва, потому что я действительно хотел бы сделать это. Это так же, как мы поступаем с людьми, которых любим. Это, например, семья, наши друзья, наши деловые партнеры. Поразмышляйте над этим. Вспомните о том, когда вы делаете подарок человеку, которого вы любите, вы делаете это от чистого сердца. Вы делаете это с радостью, потому что этого желает ваше сердце. И в то время, как вы тщательно выбираете подарок, вы думаете о вкусах этого человека и о том, что он оценит. Вы действительно желаете доставить радость и удивление в сердце получателя. Так же вы должны делать, когда отдаёте ваши десятины и пожертвования Богом. Отношение к даянию должно быть таким же, как отношение к выбору подарка, если не больше. Во втором послании Коринфянам в 9 главе в 7 стихе написано, «Каждый пусть даёт столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью». Помните, вы жертвуете тому, кто любит вас, а он пожертвовал ради вас больше, чем любой другой человек или существо во всей вселенной. Богу не нужны твои деньги, твоё время. Деньги и так уже его, время тоже его. Всё принадлежит ему. Давать десятину и пожертвования – это жесть смирения, благодарности и преданности Богу. Таким образом, мы должны быть каналом, через который Бог может благословлять других, а Бог будет благословлять нас по богатству своему. В Малахии 3 главе с 10 по 12 стих написано, «Принесите весятину в хранилище целиком, чтобы в моём доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба, и не изолю ли благословение на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, из виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет прекрасной, говорит Господь». Десятина гарантирует покрытие всех наших потребностей, духовных и материальных. Также она гарантирует защиту всего, что мы имеем, ведь Господь сказал, «Я не дам вредителям пожирать ваш урожай». Пожертвование гарантирует процветание, в зависимости от того, что вы сеете. Ваш духовный материальный урожай может быть приумножен тридцать, шестьдесят и сто крат, и об этом написано в Матвея в тринадцатой главе в восьмом стихе. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое – шестьдесят, иное же – тридцать. Помните, Бог любит тех, кто жертвует щедро. Второе послание Коринфянам в девятой главе седьмого по двенадцатый стих говорится, «Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. Как написано, Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длилась вовек. А тот, кто дает семя сеятелю, кто дает людям хлеб и пищу, тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности». Вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Бога. Ваше служение не только помогает нуждам святых, но и вызывает все большую и большую благодарность Богу. В этом отрывке мы увидим, как от правильного отношения к пожертвованиям возникают следующие ситуации. Первое. Давать с правильным положением сердца. Второе. Исследование семян для того, кто жертвует. Третье. Умножение семени того, кто жертвует. Четвертое. Плод от посеянного. Пятое. Благословение для тех, кто благословляет. И шестое. Прославление Бога со стороны того, кто благословил и того, кто был благословлен. Бог даст процветание тем, кто жертвует чистым сердцем. Не потому, что они жертвуют, а потому, что они жертвуют на славу Божью. С самого начала человек был благословлен через десятины и пожертвования в соответствии с желанием его сердца. Кроме того, противоположная ситуация может оказаться вредной для верующего. Бог жаждет именно то, что мы жертвуем с радостью. В исходе 25 главе во втором стихе написано «Скажи израильтянам, чтобы они сделали мне приношение. Принимайте приношение для меня от каждого, чье сердце велит это сделать». В Бытие в 4 главе с 3 по 7 стих написано «Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель пожертвовал жирные части первородных своего стада. Авель и его дар был угодный Господу, но Каин и его дар не были угодны ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от гнева. Тогда Господь сказал Каину «Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним». Вероятно, Авель, желая почтить Бога, с чистым радостным сердцем сделал жертву, не думая, чего лишается сам. Он пожертвовал ему лучшее из стада. Такое состояние сердца выигрывает пользу Бога. Напротив, Каин, похоже, не имел такой же предрасположенности сердца, как его брат, хотя в конечном итоге все равно пожертвовал. Он, вероятно, думал, что его грабят, или сделал это только потому, что должен был, или же не пожертвовал самые лучшие. Несомненно, что его жертва не была угодна для Бога, и Бог, зная о его сердце, предупредил, что это могло послужить дверью для доступа противника. Каин не победил греху двери, а наоборот, он сам открыл дверь греху, и этот грех привел к убийству брата. И здесь мы видим, что сначала было неповиновение, то есть, когда была сделана жертва без радостного сердца. Потом был грех, когда Каин почувствовал себя обиженным и отверженным, и за этим последовал иной грех – убийство, когда Каин убил Авеля. Отсюда мы видим, что один грех был началом нового греха. Вскоре после того, как Каин ослушался Бога, а Бог предупреждал его не упадать в грех снова и доминировать над негативными мыслями и чувствами, Каин не сделал так, и, к сожалению, началась цепная реакция. Это и есть цикл греха. Псалом 41, 7 по 8 стих говорит, «Душа моя унывает во мне, без на бездну зовет шумом твоих водопадов. Все волны твои, все твои волы прошли надо мною». Еще раз мы видим, как радость является фундаментальным требованием, так как наши пожертвования и десятины производят процветание в нашей жизни и вокруг нас. Второзаконие, 12 глава, с 11 по 12 стих нам говорит, «Тогда к месту, которое Господь, ваш Бог, выберет для своего имени, вы должны приносить все, что я повелеваю вам, все сожжения и жертвы, десятины и особые дары, все лучшее из имущества, что вы посеяли Господу по обету. Веселитесь там перед Господом, вашим Богом. Вы, ваши сыновья и дочери, слуги и служанки, левиты из ваших городов, у которых нет ни собственного дела, ни наследия». Еще раз мы видим, как радость является фундаментальным требованием, потому что наше пожертвование или десятина приносит процветание в нашу жизнь и на территории вокруг нас. Жертвуйте по своих возможностях. Бог знает вашу ситуацию, Бог знает всю правду. В Луки, 21 главе, с первого по четвертый стих, говорится, «Иисус смотрел, как богатые клали свои дары в сокровищницу храма. Он увидел также и бедную вдову, которая бросила две медные монетки. «Говорю вам истину», — сказал Иисус, «эта бедная вдова положила больше всех, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь». В Третьей книге царств, 17 главе, с 8 по 15 стих, Господь говорит Илии, «Теперь вступай в Сарепту, что близ Сидона, и живи там. Я повелел одной вдове кормить тебя». И он пошел в Сарепту. Когда он подошел к воротам города, там была вдова, которая собирала дрова. Он позвал ее и сказал, «Принеси мне в сосуде немного воды попить». Когда она пошла, он окликнул ее и сказал, «Принеси мне и кусок хлеба». И женщина ответила, «Верно, как и то, что жив Господь, Бог твой. У меня нет хлеба, лишь пригоршня муки в катке, да немного масла в кушине. Вот возьму пару поленьев и пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына. Все едим это, а потом и умрем». И Илья сказал ей, «Не бойся, иди домой и сделай так, как сказала, но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть, маленькую лепешку и принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и своего сына». Ведь так говорит Господь Бог Израиля, «Мука в катке не переведется, и масло в кушине не кончится до того дня, когда Господь пошлет на землю дождь». Она пришла и сделала так, как сказал ей Илья, и каждый день у нее, у Ильи и у ее семьи была пища. Мука в катке не переводилась, а масло в кушине не кончалось, по слову Господу, сказанному Ильей. Научитесь жертвовать от всего сердца, ведь мы на самом деле действительно это можем, ибо он говорит в Матвея 6,33, «Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано». В нескольких местах в Библии мы видим, как Бог приводил к процветанию тех, кто жертвовал с искренней преданностью, даже если то, что Он не пожертвовали, казалось ничтожным для человеческих глаз. Бог вознаграждает нашу веру и верность. В то же время мы должны быть мудрыми и управлять финансами с премудростью Божьей. Мы должны иметь четкие приоритеты и обязанности, к которым мы призваны. Мы вам приведем несколько примеров не мудрых финансовых затрат. Это могут быть подарки для различных христианских миссий, но только не для своей церкви. Или же это может быть подарок для своей церкви на разные нужды, и в итоге у вас не остается денег для вашей семьи. Каждый ваш шаг всегда должен быть сбалансированным и мудрым. Если мы слушаем Бога, Он будет направлять каждый наш шаг. С секретом к успеху, процветанию и духовному росту всегда будет интимное общение с нашим Папочкой, с нашим Богом. Возлюбленные, мы пришли к завершению наших встреч. Мы напоминаем вам, что все библейские места взяты из нового русского перевода. Мы благодарим вас за проведенное с нами время. Мы с нетерпением ждем вас на уроках Школы Жизни, которые проводят Миссия Спасения, чтобы продолжать расти вместе. Бог продолжает освещать вас разум, ваше сердце и каждый ваш шаг. С уважением, сотрудники Миссии Спасения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова